привет друзья завязываем фартуки и вперед сегодня праздничный рецепт сегодня тоже потому что будем делать лук вот я только не единственное не знаю если у вас такой лук нет такого лука вот лук должен быть вот такой вот плоский вот он делается в сладко-соленом соусе с куночетто бальсамико и с уксусом яблочным с уксусом и добавляется чето бальсамико итальянский значит вот такой вот лук если такого лука нет в принципе наверное можно и кольцами лук толстыми кольцами сделать но должен быть вот такой вот вот такой вот лучок я его купила уже очищенным вот только здесь вот до конца не хорошо почищен я вот так вот обрезаю чтоб не было здесь где-то около килограмма лука включаем зажигаем до наливаем немножко я наливаю оливковое масло вы можете налить любое масло без запаха зажигаем пока разогреется и начнем выкладывать наш лук рецепт очень легкий никаких тут замысловатости нет но такая вкусня вот представьте себе лук он сладко такой соленый потому что сочета бальсамика и все и с мясом подается с бужениной вот эти все итальянские аросты это все то что запеченное в духовке и потом порезанное тоненькими ломтиками и к нему подается вот такой вот лук вкусня с водочкой закуска обалдела даже просто с хлебом так вот располагаем сразу чуть-чуть посолю так вот она у нас чуть-чуть обжаривается с одной стороны мы переворачиваем на другую сторону чтобы они такие были чуть порозовели у нас не были такими бледными как они были вначале и они такие становятся прозрачные ну то ли где-то у нас так жарятся я не знаю минуты три наверно после того как жарятся минуты три во-первых я возьму кипяток и во-вторых я добавлю чуть-чуть сливочного масла и при этом я добавлю чуть-чуть кипяточка мы уже посолили сейчас мы можем добавить немножко перчика черного кто хочет может положить например лавровые листья так вот они у меня еще здесь где-то пять минут потушились в этой воде вода видите начинает как бы уходить вода так и что в этот момент мы делаем в этот момент мы берем почти половину вот у меня вот такой вот уксус яблочный но настойный он в бочках очень вкусный уже сладкий сам по себе можете брать любой уксус какой хотите добавьте туда ложечку сахара значит я сейчас положу немножко меда сюда в уксус у меня каштановый мед можете класть любой нот который вам нравится вот так и поливаем наши луковички потом этот рецепт он тоже так делается кто-то любит аль денте чтобы на зубчиках хрустел немножко этот лучок когда будет готов кто-то любит чтобы он был совсем мягкий это в зависимости от того как людям нравится значит залили и оставляем еще на 5 минут в общей сложности у нас уже где-то прошло 15 минут я вот так вот прикрою чуть-чуть этим самым крышечкой и такой средний у нас где-то огонь пусть они чуть-чуть потомятся там сейчас поставлю прямо вот так вот 5 минут и уже получится в общей сложности 15 так вот они у нас вот так вот шипят мы сейчас сюда еще чуть-чуть посыпем сахара у меня сахар тростниковый можно и белый вот чуть-чуть прям вот одну ложку и будем вот так вот тоже размешивать размешивать вот мы размешиваем наш сахар смотрите уже такой лучок нас такой золотой прямо чуть чуть-чуть добавили сахара где-то не полную ложку и сейчас что я буду делать вот у меня бальзамический уксус я добавляю сейчас будем ждать когда все это получится такой соус и выключаем потом надо положить в баночки и положить в холодильник все когда вам нужно вы достаете и кушаете все у нас уже готово будет вот буквально 30 минут и так уж вот такой шикарная вкусня такая вообще попробуй Ммммм, конец цвета похож на. Сейчас делаю чуть-чуть огонь в шагу. Надо держать открытым, тогда вот эти вот уксусные пары будут выходить. Если закроем, то они останутся внутри. В общем, вы меня поняли. Если у кого-то нет бальзамического уксуса, или для вас это дорого, или что-то, ничего страшного. Берите простой уксус, тогда просто добавите чуть-чуть побольше сахара. Или только с медом можно сделать, или только с сахаром. То есть это вариант каждого человека. Вот, чтобы вы поняли, вот рецепт он вот такой. А как, с чем вы будете делать? Должен быть кисло-сладкий уксус. Ой, кисло-сладкий соус. Лучок в кисло-сладком соусе. Ну вот, наш лучок готов. Он не должен быть мягким-мягким, он должен быть немножко хрустящим. Поэтому выключаем. И перекладываем в какую-то посуду, пока он остынет. Потом, если вам сразу не нужно, перекладывайте в баночки, закройте крышечкой и в холодильник. Когда надо, достаете пару, две, три чипо... Хочу все время сказать по-итальянски. Достаете две-три луковички и с удовольствием их съедаете с черным хлебом, с рюмочкой водочки, или просто с картошечкой, или с мясом, как я вам говорила. А я потом сейчас приготовлю свинину, и у меня это будет гарнир к свинине. Друзья, продолжаем наш рецепт на праздничный стол. И вообще на стол, в воскресенье, например, можем так вкусно покушать. Я просто отошла на время, помыла сковородку. И сейчас я покажу вам вот здесь мои рукорочки, которые остывают. Вот я достала мясо, которое я сегодня купила, свинину. Я купила свинину, вот так вот, нарезанную вот такими тонкими, вот такие кусочки. Вот толщина, я не знаю сколько, два миллиметра, три миллиметра. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть кусочков, на два человека прекрасно, по три кусочка на человека. Мы включаем газ. Прямо, что мы делаем. Первое дело, что мы делаем. Теперь, я беру оливковое масло. Вы берете масло, которое хотите, которое вам нравится, которое вы используете. Так, теперь нам что понадобится? Нам понадобится чуть-чуть муки. Я даже не буду отдельно. Я вот так вот возьму, и вот в этом посыплю вот так мукой. И потом буду брать кусочек, вот я его, и с двух сторон чуть-чуть. Не надо, чтобы мука там утопала на нем, на этом куске бедном. Вот так встряхнули. И будем класть сразу на сковородку. Вот она уже шипит. Надо только, чтобы она была нераскаленная такая, что кладешь и черным становится. А просто горячая. И вот она вот, видно, что она горячая, вот у нее уже идут. Вот она шипит. Второй кусочек. При этом у нас вот больше среднего огонь. Третий, четвертый и так далее. Переморачиваю. И быстренько заливаю бальзамическим октусом. И здесь вот мне надо только ждать, пока выйдут вот эти вот все. Вот видите, получается такой соус из сыра и бальзамического уксуса. Но к этим тогда нужна какая-то картошечка, как сокуска. Я положу здесь два, чтобы на видео было и то, и другое. А вы выбирайте, пока вам больше нравится, что вам больше нравится. Ну вот, друзья, прошло всего полчаса. Потому что это я показывала. Сначала лук я делала и потом мясо. Вы можете на двух конфорках одновременно делать это блюдо. Ну, почему это не может быть, например, вторым блюдом на Новый год или на Рождество, на любой домашний праздник, на воскресный обед и так далее. Достаточно украсить двумя фруктиками, чем-нибудь ярким, салатиком. И все будет красиво и креативно. Ну, что я хочу сказать вам. Приятного аппетита! И до следующих встреч, друзья! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что, друзья, прошел час, потому что я приготовила сначала лук, полчаса где-то, и после этого я приготовила мясо. Но если вы будете готовить в одной сковородке мясо, в другой сковородке лук, вы можете за полчаса приготовить это великолепное и, самое главное, очень вкусное блюдо, которое вам очень понравится. И я думаю, понравится также и всем вашим гостям. И вы сделаете очень красивый стол. И что я могу сказать? Попробуйте сделать! Если вам понравится, напишите мне что-нибудь, напишите ваши отзывы, покажите, как у вас получилось. Мне будет очень приятно. А я с вами прощаюсь. До следующих встреч, до следующих вкусняшек. Пока!